Вас снова приветствует канал VideoNews и мы продолжаем публикацию серии видео об интересном вокруг нас. В последнее время от наших пользователей и подписчиков поступают многочисленные вопросы о том какая же звезда во вселенной или хотя бы в нашей галактике Млечный путь из известных ныне земной науки самая древняя по возрасту. Одновременно поступали просьбы рассказать о звезде Мафусаил, которая якобы даже старше нашей вселенной, ну и о многом другом связанном с этим аспектом. Мы изучили эту проблему, проштудировав с десяток различных источников, однако так и не выявили единой позиции в ученом мире относительно того, какая же все-таки звезда самая старая и какой она имеет точный возраст от своего зарождения. Немного подумав мы пришли к выводу, что наверное будет правильно рассказать вам о всех трех известных науке, так сказать старожилах нашей галактики, с выкладкой по ним всей имеющейся информации и оценочных характеристик, в том числе и по их возрасту. Со временем мы наверняка дополним эту тройку другими звездами, изученными совсем недавно и чей возраст также является аномально большим. Ну а вы уже сами будете заключать о том, какому светилу отдать пальму первенства в плане его долголетия. Раз так, то эту своеобразную трилогию, которая может в перспективе стать и октологией, мы начинаем выпуском о звезде, которая была открыта сравнительно недавно и имеет каталогизационное обозначение smssj031300.36-670839.3. Для простоты и удобства его неофициально сократили до sm0313. Так будем эту звезду называть и мы во время нашего рассказа. А начинаем мы с того, что об открытии этой звезды было сообщено 9 февраля 2014 года в журнале Nature астрономами из Австралийского национального университета под руководством Стефана Келлера. Это светило было выделено из 60 миллионов звезд, сфотографированных автоматическим телескопом SkyMapper из обсерватории Siding Spring в Новом Южном Уэльсе в первый год его работы после запуска в эксплуатацию. Исследования при помощи SkyMapper проводились в рамках части обширной программы, связанной с поиском звезд с низкой металличностью. Открытый объект находился в направлении созвездия Южной Гидры на прямом восхождении в 3 часа 13 минут и почти полсекунды, при южном склонении в 67 часов 8 минут между 39 и 40 секундами. По координатам на небесной сфере и за главным буквам каталога телескопа SkyMapper как раз и было выведено полное обозначение звезды. К слову скажем, что австралийские энтузиасты предлагают присвоить ей собственное имя звезда Келлера в честь по сути дела ее первооткрывателя. Однако если это и когда-либо произойдет, то явно не в ближайшем перспективе. Увидеть на небосводе SM0313 невооруженным глазом не представляется возможным из-за исключительной тусклости. Наблюдаемая яркость в 14,7 звездной величины позволяет наблюдать за светилом только лишь при помощи довольно мощных оптических телескопов. Первоначально предполагалось, что SM0313 это маломассивный красный карлик или же холодный субкарлик. Однако более детальные исследования дали основание считать, что эта звезда уже покинула главную последовательность и относительно давно пребывает на гигантской стадии своей эволюции. Спектральный класс светила балансирует на границе между К и М. На данный момент большинство источников определяет его как К9, что соответствует, если так можно выразиться, сильно покрасневшему оранжевому гиганту или субгиганту. Его масса и радиус в различных источниках приводятся по-разному, поэтому укажем их в пределах соответственно от 60 до 1 массы Солнца и от 1 до 4 радиусов нашего центрального светила. Звезда все еще горяча на своей поверхности, имея температуру от 5100 до 5200 К и светимость не менее 10 солнечных, что в конечном итоге и позволило идентифицировать ее эволюционную стадию как гигантскую. Расстояние от нас до SM0313 оценивается примерно в 6000 световых лет или же около 1640 парсек. Это, судя по всему, звезда из гала нашей галактики и вращается в направлении перпендикулярном плоскости галактического диска. Скорее всего это одиночная звезда и не имеет ни звездных компаньонов, ни планетарных. Хотя о планетах и планетарных объектах правильно было бы сказать, что они пока что не обнаружены. В SM0313 очень низкий верхний предел содержания железа, который составляет менее чем одну десятимиллионную долю от содержания железа нашим Солнцем. Кроме этого, звезда также содержит ничтожно малых количеств углерод, магний и кальций, которые могли бы синтезироваться в результате взрыва низкоэнергетической сверхновой. Химические соединения в спектре звезды SM0313 представлены всего лишь слабыми линиями поглощения метилледина, примитивного соединения углерода и водорода. Астрофизики предполагают, что это может быть одна из первых звезд населения 2, то есть звезд, образовавшихся из низкометалличных газовых облаков, прародителями которых могли бы быть гигантские звезды населения 3, взорвавшиеся сверхновыми. Об этих пока что чисто гипотетических объектах мы вам уже рассказывали в одном из наших выпусков, поэтому останавливаться на этом подробно не будем. Отметим, что в этом разрезе дальнейшее изучение SM0313 может оказаться крайне полезным и информативным в свете поиска звезд населения 3, которое возможно удастся когда-нибудь обнаружить в сверхдалеких галактиках. Однако уже сейчас можно судить о том, что они не были так мощны и возможно настолько массивны, как предполагалось ранее. По одной из гипотез SM0313, это не коренная звезда Млечного Пути. Вероятнее всего попасть к нам она могла после поглощения Млечным Путем небольшой древней галактики во времена, отдаленные от нашего в прошлое примерно на 8 миллиардов лет. Хотя нельзя исключать и той доли вероятности, что это светило было выброшено из своей родительской галактики гравитационно и миллиарды лет путешествовало во Вселенной, пока на своем пути не встретило новый звездный континент. В будущем SM0313 будет еще больше краснеть, постепенно остывая на своей поверхности и расширяться в объеме. В конце эволюционного пути ее ждет сброс своей оболочки в виде планетарной туманности и сжатие ядра до весьма интересного, вероятно гелиевого белого карлика, который и далее будет парить в галло Млечном Пути. Крайне низкая металличность SM0313 дала основание ученым вывести примерный возраст звезды на уровень в 13 миллиардов и 700 миллионов лет. А это говорит о том, что она теоретически могла зародиться спустя всего 100 миллионов лет после Большого Взрыва. Авторы исследования считают, что погрешность в определении возраста SM0313 сравнительно небольшая и составляет как в плюс, так и в минус не более 50-70 миллионов лет. А это намного точнее, чем был определен возраст других древних, ранее выявленных звезд. В свою очередь, все эти расчеты дают команде исследователей возможность считать, что они обнаружили самую древнюю на данный момент звезду во Вселенной. При этом, правда, стоит отметить, что в случае с другими древними светилами, о которых мы попытаемся рассказать вам в наших следующих роликах, астрономы также уверены в том, что их предмет изысканий самый древний и древнее всех остальных, даже в некоторых случаях и мироздания в целом. Но об этом не сейчас, а в выпусках чуть позже. Ну а пока что канал VideoNews благодарит всех вас за внимание и надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас в YouTube, ставьте лайки, высказывайте свое мнение в комментариях, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями.